Действительно, мы участники теплицы социальных технологий, проекта ПАСИКа. Алексей Клёсов позвал нас, когда мы сделали первый сайт, так или иначе относящийся к социальным технологиям, сайт Калининградской ассоциации инвалидов и парей. В дальнейшем у нас было несколько проектов. И сегодня я хочу, на самом деле, рассказать про один из них. Ну, на самом деле, да, мне кажется, мой спич, он будет очень хорошо продолжать то, о чем говорила Валерия, потому что она говорила, на самом деле, больше про UX, про исследования. Я хочу рассказать про то, как, собственно, вот эти сайты, в общем, в принципе, проектируются. Увы, в продакшене, как говорят, у нас сейчас пока что только первая версия, которую могу показать в настоящий момент. Мы делаем версию, как это MVP, да, соответственно, минималовый продукт. Мы сейчас делаем полноценную версию, которая будет учитывать в том числе ограничения. Вот есть такой термин «blobs», да, как бы не хотите, если обидеть, там, инвалида, да, при нем, можете говорить лица с ограниченными возможностями, да, соответственно. Вот, действительно, есть еще большое количество инвалидов, да, как бы мы постараемся учесть их всех. Это проект федеральный, президентский. Есть такая штука, как агентство статистических инициатив, да, она сидит в правительстве Москвы, мы к ним ездили несколько тысяч раз, мне кажется, да, соответственно, вот делали этот проект вместе с ними, очень клевый, на самом деле, классный, да, наверное, экспириенс мы все получили. И я хотел бы, прежде чем рассказать про то, как мы делали этот проект, его представить, да, потому что, помимо всего прочего, мы сделали еще видео, вот, которое как раз рассказывает о нем. И я хотел бы его просто показать. Наверное, здесь есть звук? Да, здесь есть. В современном мире, в мире бежитых страстей, жизнь человека может измениться из-за ДТП, а в аренду про искусство, Спортивные дамы, в стежнении отец и еще множество случайностей, способны выделить жизнь на до и после. Наш сердце вспомогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Мы предоставим самую актуальную информацию. Вам нужно сэкономить время. Оформить справки. Из очереди записаться в врачу. Заказать социальное такси. На нашем ресурсе вы можете получить помощь по индивидуальному подбору и приобретению технических средств реабилитации на сертифицированном производителе. Это единственная площадка, справедливая социально ответственная модель. Актуальные классы вакансии и заискательные. Наши специалисты в режиме реального времени ответят на ваши вопросы и помогут разобраться в сложной ситуации. На видении плаватюров людей с социально активной позицией готовы к вам учреждению в данных проблемах. Програждение реабилитации и оборудования инвалидности. Реквартирации и учреждения. Занятия спортом и другие возможности для отдыха и досуга. Для нас нет нерешаемых задач. Главное. Дать возможность людям заграничивать по здоровью двигаться без ограничений в вашей степени. Главное качество жизни доступно каждому. Что-то играет, но не важно. Ну вот, так вот проект. Собственно, я так думаю, что он один из первых агрегаторов подобного характера. И я хочу сказать сразу, что мы столкнулись на самом деле не только с ограничениями, о которых говорил Валерий. Мы столкнулись с гораздо более чудовищными ограничениями, которые предоставляет государство. Например, вы все знают про российскую бюрократию, стараются поменьше иметь с ней дело. Сложно представить, с чем сталкивается на самом деле человек, который попавший в беду, на котором при этом нет никаких представителей. Рабочих, например, найти МСЭ. Проектировать сайт. МСЭ – это медицинское исследование. То есть это центр, где вам старает инвалидность. Мало того, что надо подтверждать каждый год, даже если вам отрубилось, ну, извините, да, пусть такой пример, руку там на производстве каждый год или ногу, да, с ним каждый год надо ходить и подтверждать, что вы инвалид. Да, соответственно, как бы это уже это чудовищно, но еще более чудовищно то, что есть абсолютно такая ситуация. Мы сначала хотели сделать геолокацию, потом поняли, что геолокацию мы в МВП сделать не успеваем никак. Почему? Потому что абсолютно реальная ситуация, да, как бы есть проспект, да, соответственно, какой-нибудь, на нем стоит центр МСЭ. Да, соответственно, где подтверждает инвалидность. Живет человек в доме напротив, и ему надо ехать на другой конец города. Хотя он прописан здесь. Просто потому, что, ну, вот так вот исторически сложилось, да, потом открыли в МСЭ, там часть людей не учли. То есть, это тоже очень большая проблема, которую, на самом деле, тоже нужно решить, что это к юзабилите никакого отношения там не имеет, но просто про нее, как бы, тоже надо понимать. Вот, перейдем непосредственно к тому, что мы делали, чтобы вас натомить. Так, наверное, вот сюда. Это уже нажать, правильно? Спасибо. И, наверное, мне нужна какая-то указка. Ага. Вот. В общем, получив... Наверное, мне нужно назад перетлинуться. на самом деле, могу сказать, что мы не делали, честно признаться, у нас уже были результаты, мы не проводили вот эту вот огромную работу по интервью. Я понимаю, что это действительно очень большая работа, которые привели, к счастью за нас, в данном случае, оси, да, агентство стратегических инициатив. Это то, о чем говорил Валерия, да, как бы, повторяться об этом нет смысла. Мы зашли, как бы, с анализа конкурентной среды. Действительно, есть большое количество площадок, которые, так или иначе, помогают инвалидам. Есть большое количество площадок по идеализации, ТСР, так называемый ТСР, это технические средства реабилитации. Соответственно, есть, но нет никаких агрегаторов, да, соответственно, то есть, есть там площадки, есть как сообщество инвалидов, действительно, их очень много, когда они еще там большие, там есть, но нет никаких агрегаторов. Вот, стандартная история определения, ключевые показатели эффективности, многие знают, как и пиры. вот, ну и здесь, соответственно, информация про то, как мы это потом проектируем. Давайте углубляться. Вот. Собственно, нам были предоставлены выходные данные, то, что нужно сделать. необходимо было сделать сервис сопровождения, информационную ленту, агрегатных государственных услуг, это госуслуги.русайда, я думаю, все его знают хорошо, там очень много, на самом деле, есть чего для инвалидов. Вот. сервис планирующих социализации, чтобы человек, да, собственно, мог на этом сайте каким-то образом спланировать социализацию, да, собственно, тем мероприятием, то, что ему необходимо посещать, да, собственно, записаться в врачу и т.д. и т.п. Вот. Значит, здесь, на этом слайде представлена просто более подробная информация о том, что было сделано, что необходимо было сделать как каждого металла. Разумеется, да, собственно, если говорить о госуслугах, у них есть хороший очень выход, да, как бы есть так называемая площадка ESEA, единая система госуслуг, значит, необходимо было интегрироваться по ESEA. Мы делаем сайты на BitX, есть сейчас модули, да, собственно, по интеграции с ESEA. Мы использовали один из них. Вот, значит, по каждому пользователю необходимо было представить полно-стояльные персональные данные. Офлайн-сопровождение, это не к нам, это было сделано, на сайте представлено онлайн-консультация, робот-дегрегат информационной аренты для инвалидов, да, по определенным тегам, контент-редактор, информация для инвалиды, справедки полноты и постаренности, вот, ну и государственные услуги. То есть, все, что есть на госуслугах, да, собственно, что можно транслироваться, так или иначе. Могу сказать, что, увы, сейчас много чего еще не работает, например, потому что госуслуги, они так и не отдают. То есть, у них, на самом деле, всего 4 виджета, не буду, опять же, углубляться в эту тематику, про это можно говорить тоже очень долго. есть просто ЕСЕ, да, как бы, есть там интеграция с такими организациями, как PFR, да, соответственно, но у них очень суровые требования к безопасности, они вообще это никому не отдают, да, они как бы там, да, и поэтому обычный сайт это собрать, увы, не может. Обычный сайт, максимум, что может сделать, это регистрация, авторизация, вот, соответственно, на госуслугах через ЕСЕ, пока что, собственно, это реализовано. Вот, но вообще, собственно, изучить рынок, собственно, и поставить такую табличку, мы, по крайней мере, то, к чему мы стремимся, это то, чем мы занимаемся сейчас, собственно, вторая версия этого сайта, да, который сейчас создается, это действительно агрегатор, да, который будет совмещать в себя все услуги, которые есть, в принципе, у других. То есть, есть доброта, да, они лидеры рынка, например, по продаже ТССР, но это все, чем они занимаются. Вот, есть, там, хорошая информационная услуга, да, ну, DizLife, это самый главный информационный услуг для LOS, для людей с ограничением. Но он просто информационный, и к тому же, он не берет информацию в режиме реального времени. Это что еще тоже важно, когда у нас, как бы, вся информация, в частности, государственного характера, она может меняться очень быстро, да, соответственно, как бы, мы ее парсим и послаться на режим реального времени. Вот, собственно, теперь проектируем. Значит, что касается доступности, да, как бы, качества и объема данных, да, соответственно, те KPI, которые, в принципе, были нам неопределены, то, что, те параметры, на которые надо ориентироваться, и что важно, чтобы было доступно и доступно хорошо. для целевой аудитории, это, значит, информация о получении и приобретении ТСН, о социальных и физиологических потребностях, и о трудностей о социализации, что это уже очень важный кейс, который говорил о Валере, да, как бы, про мужчину, да, соответственно, ну, точно так же, как бы, инвалиды, да, соответственно, чтобы они могли найти, зайти на ресурс, где все будет понятно и просто, где они смогут найти ответы, начиная с того, как получить там справку, да, как бы, абилитацию, реабилитацию, пройти МСН, но у нас тут целая цепочка планов, но действия есть. Вот, и самая очень важная история, да, забегая немножко вперед, в личном кабинете на нашем сайте можно указать свои ограничения, да, соответственно, а потом перейти в Marketplace, и фильтр будет учитывать то, что вы указали, например, как бы вы просто оказываете свои данные, да, соответственно, и торговка убирается, например, инвалидная коляска в соответствии с вашим весом, ростом, другими какими-то особенностями. Значит, для правдала, да, соответственно, действительно, экономическая составляющая, она важна, она никуда не деться, да, соответственно, и могу сказать, что, учитывая количество инвалидов, да, это действительно может быть очень, мы знаем, да, кому изучить, в принципе, какие прибыли даже, соответственно, есть у того, И это очень неправда, как непечально это звучит, если у нас в России очень много инвалидов. Но и плюс к этому есть очень много людей, которые просто не являются инвалидами, они получили справку, но у них есть определенные ограничения. Например, у кого-то там жутко пытал болеть спима, соответственно, люди заходят на marketplace, но тоже доброту. А доброта, это, надо сказать, что это консульсия, ну, уже, знаете, аптека. Да, это тоже их история, да, соответственно. И, например, в артеке я то, что все чуть-чуть покупал, когда на этом шее болело, да, соответственно, просто вот подголовник после этого перестал наиболеть. Вот, значит, ну, по поводу отказов это тоже понятно. Необходимо, чтобы количество было, там, не превышало определенную там норму. И, что касается совершенно на пользователям ошибок, да, соответственно, тоже необходимо высчитывать их количество и снижать. Как, по поводу отказов и ошибок, да, над подойдет любая метрика, на самом деле. Есть еще отличные штуки, типа веб-визор, да, когда вы, я тоже думаю, все про них знают, да, стационарно запускаете. Просто веб-визор смотрите, можно тоже знать, изучировано смотреть на любых сайтах, да, как бы посещаем их, особенно, что делает реальный пользователь на вашем сайте. Изучайте просто веб-визор на основе этого, вот как вы за сны находитесь и оставите, как будто на основе этого. Дальше делайте какие-то выводы и принимайте какие-то действия. Проектирование. Я дальше буду рассказывать вообще, в принципе, про то, как мы в новой студии делаем сайты, да, мы делаем сайты, но, конечно, это относится, в том числе, и к сайтам для социальной среды. Значит, мы делаем структурную модель, мы делаем ролевую модель, мы делаем функциональную модель. Я здесь покажу только три. Ролевая, она очень сложная, просто не уместится. На самом деле, даже здесь ничего не видно. Вообще, есть отличный инструмент, как бы, да, для построения всех моделей. Майд-менеджер. Вот, может быть, знаете, этой осенью будет форум Синергия, да, как бы, будет приезжать, там, мягкий чулак Тони Бьюзен, человек, который вообще придумал, да, когда-то, ну, у кого есть лишние 15 тысяч рублей, можете сходить, не пожарить, там будет много кто. Даже Майк Тайсона, они позвали, не знаю, зачем. Ну, я там все в курсе, да. Но Тони Бьюзен там будет, да. Поэтому, не знаю, я лично билет приобрету, наверное, в самое ближайшее время. Вот. Собственно, на этой модели, да, как бы, строятся взаимосвязи, и показывается видору, да, собственно, что конкретно должен решать наш, в данном случае, агрегатор сайт. Если у вас есть такая структура, да, собственно, такое представление о данных, это клейдинг, которая лезет, ноASB может быть непонятно, когда на нее смотришь, да, вот уже, ну, соответственно, вот сейчас я что-то рассказываю, но не ясно никому, но когда ты ее рисуешь, когда появляется режиме реального времени, да, соответственно, то есть тот же менеджер, да, соответственно, позволяет им ресурс, позволяет заказчику там расшаривать, да, собственно, работать совместно – это совсем другая история. Ну вот. Любой, вообще, совершенно как бы, самый сложный сервис, он, но так представим. Потом он обрастает реансом, то есть появляется уже функциональная модель, мы видим, соответственно, что конкретно, какие пользователи должны делать, какие роли, как работают, соответственно, и для кого, какие сервисы предназначены. Вот эта вот история в ее желательно при проектировании любых ресурсов, в том числе и социальной среды, не исключается от рабочего процесса, это реально сэкономит в дальнейшем огромное количество времени вам. Переходя к проектированию интерфейса, три составляющих, я говорю про нас, то есть большое количество подходов, мы для себя, соответственно, выработали три составляющих. Первое – это прототипирование, второе – разработка концепта, третье уже непосредственно разработка интерфейса. Прототипирование, да, соответственно, состоялись из двух вещей, это разработка интерактивного прототипа и выписание вайфреймов. Там дальше у меня есть, на самом деле, сразу перейду к следующему слайду. Вот этот слайд посвящен замечательной программе Акшур, опять же, без которой мы стараемся не делать вообще ничего. Вот, опять же, да, это небольшое лирическое вступление, сейчас появляется огромное количество очень крутых инструментов, скетч, фигма, Adobe XD, да, на которые мы сейчас по технологу переходим. Но все равно они не могут заменить Акшур, почему? Потому что, собственно, в них все равно нельзя накидать очень быстро, ну, точнее, можно теоретически, но, как бы, так как проектированием у нас, например, занимается тоже дизайнер, да, как бы UX2, то, собственно, так как все дизайнеры-идеалисты, знаю по себе, так или иначе, хорошие, то они начинают, соответственно, в мощных инструментах делать очень мощный макап. Дело в том, что есть три составляющих, да, как бы, я думаю, что не дальше пока, ну, в общем, есть вайфреймы, есть прототипы, есть макапы. Вот, это три разных истории абсолютно, вот, для того, чтобы быстро что-то согласовать с заказчиком, лучше всего делать вайфреймы. Распечатывать их, приезжать к нему и, там, не знаю, ручкой, там, что-то рисовать на них. Собственно, для этого Акшур идеален. Еще Акшур идеален, как бы, для того, чтобы очень быстро сделать что-то интерактивное, да, соответственно, как бы, чтобы у вас на все кликалось, и заказчик реально видел, что это сайт. Чем позже я могу показать, там, уже в конце, как бы, что из себя представлял портотип, да, этого сервиса. Мог сказать, что это один из лучших наших прототипов получился, потому что, чтобы ей было понимание заказчика, да, соответственно, и обычно, просто, там, на айфрейме дается, ну, 40 часов, да, соответственно, тут мы взяли побольше, там, число 160, наверное, мы его делали. Ну, вот, так же, сделали очень классную историю, которую потом просто уже представляли. Вот, собственно, здесь написано остальное его преимущество. Значит, что касается прототипа, да, соответственно, что касается, прошу прощения, уже, ну, да, вот, собственно, вот так он видит, потому что он очень близок, на самом деле, получился к конечному продукту, вот этот прототип. Вот, собственно, если есть возможность, сделайте прототип вот так, да, они, это сэкономит при реализации огромное количество ресурсов, да, потому что, когда заказчик видит такую вот историю, да, как бы, и может, и сам грант может с ней поиграться, да, как говорится. И не только заказчик, но и, естественно, так повторюсь, да, всей целевая история у нас была на стороне заказчик. Собираю нас руку за группу, абсолютно реально, да, как бы в оси, в правительстве Москвы, и тестировала наш прототип. Кликала и смотрела, да, совершенно разные места. После этого мы принимали большое количество, миллион, там, замечаний, все подрабатывали, приезжали, все начиналось с удовольствием. Так, ну, немножко расскажу, я постанавливаюсь на креативной части, вот, наверное, тоже надо про нее сказать, говоря о юзабилити. Конечно, концепт – это важная история. Ну, в данном случае он достаточно утилитарный получился, по причинам совершенно понятного, да, голубой цвет, кстати, тоже отсюда же. Ну, в общем, я не понимаю, как в 2017, то есть такое большое лирическое вступление, как в 2017 году можно вообще заполнять доковские брифы, вот, то есть нам очень многие заказчики присылают, там, брифы других студий, они все в доке. Мне кажется, это чудовищно неудобно, да, соответственно, когда у гугла есть формы, ты сделал форму за 10 минут, ну, вы, соответственно, я брал заказчику, да, там, под него кастомизировано, но большую часть заказчика заполняет, в принципе. У нас универсальный бриф и все в ходовую, потому что я делал, там, эту форму в доке, да, там, тут даже стоят пробки, или, там, не знаю, боляясь на диване, ты можешь абсолютно выбирать какие-то клавы, чекбоксы, да, соответственно, радио баттона, ну, это очень удобно. Ну, соответственно, как бы это визуально составляющие нашего брифа, да, креативные, вот, значит, ну, и по поводу презентации заказчиков тоже немножко остановлюсь, тоже вот общие вещи совершенно, ну, и в том числе имеющие отношение к социальной среде. Желательно, во-первых, все это представлять на реальных устройствах, вот, и у нас есть небольшая хитрость. Мы, конечно, сразу скажу, что мы еще не полностью не отошли от Photoshop, он не использовал Photoshop, он все-таки еще фантастический домен остается пока что. И новые инструменты, мы вообще решили работать только с Adobe, как в OneLab, как говорится. Ну, и если у вас ресурс предполагает, что на нем будет какая-то геометрия, да, естественно, какая-то аниматика, да, естественно, важно эту аниматику показать. Для этого есть такая штука, как Adobe News. Да, в нее можно экспортировать данные из Photoshop и буквально там нажав несколько клавиш, да, там сделаются разные эффекты, типа параллакс. Вообще, это для лендингов штука, но мы ее используем в том числе. Понятно, что код там ужасный, да, естественно, и потом отпускай там, ну, отдавать контент программисту, если там чувак добери, это нельзя. Но для демонстрации такая штука, это сойдет. Вот, значит, скринкасты. И это позволяет не делать как раз скринкасты, но иногда они необходимы. Вот в случае с, например, новым качеством жизни мы делали скринкасты, потому что очень большое количество было презентаций там удаленных, а потом эти скринкасты презентации использовали, ну, видео, которое я вам показывал. Ну, вот, скринкасты – это видео, да, то есть, соответственно, ну, обычно делается в альтер-эффиксе, да, иммулирует, соответственно, как бы, движение. Конечно, можно делать скринкасты в всяких штуках типа принципов, но полпску, как говорится, используем. Такие были традиционные инструменты. Вот, значит, концерт, ну, и, соответственно, вот эта, кстати, первая версия была. Видимо, насколько далеко вся эта история ушла, да, как бы по финалу. Как раз здесь специально показал первую версию. Потому что мы приехали с этим, мы, наверное, сказали, ну, там, с ума сошли. Вот, ну, то есть, опять же, кальтоники здесь точно садят с ума на этом сайте и все остальные. Ну, вообще, поэтому мы его, видно, да, что было, было стало. Это хороший, на самом деле, да, и креативный проект, но, собственно, он полностью поменялся. Вот, значит, ну, и немножко про интерфейс, про разработку интерфейса. Про XD я уже сказал, еще скажу про замечательный инструмент Zeppelin. Я тоже думаю, никакой Америки не открываю, как бы, говорю, еще банальные вещи. Вот, собственно, может быть, для кого-то это что-то внове. Да, как бы, Zeppelin — это инструмент. Есть она в другом аналоге, и Zeppelin становится гораздо лучше. Изначально отдельная программа, сейчас еще и плагин для Photoshop, который позволяет, в принципе, вы загружаете в него некий макет, да, он его полностью описывает, соответственно, формирует CSS, да, как бы, и в таком формате, да, все это отдается фронтенд-программистам. То есть, ты штука, да, просто, не знаю, как говорится, в 100-500 раз укорачивает взаимодействие между дизайнером и фронтенд-программистом, хорошим фронтенд-программистом, снимает там все ненужные вопросы, да, как бы, необходимость, ну, не знаю, там, многочасовых на Skype конференции и прочие истории. Вот, очень рекомендую всем использовать. Значит, ну и Trello. Trello, да, тоже отличная штука абсолютно. У них есть единственная проблема, то, что они на углу к Яху держат все картинки, и вот кто серьезно работает с Trello, он знает, что, не знаю, то ли это в происке, как говорится, пинтосов, да, вот, то ли это, в принципе, у Яху подтормаживают, бывает, их удачный сервис, и зачастую картинки просто не видны. Там, надо ждать, там, да, 5 минут, пока загружишь картинку, но вообще, как бы, среди, опять же, кармана, вот там, Bittrex, я знаю, там, ввел в B24, он очень глющий карман, мы не используем, не пользуемся. Trello, очень, очень хорошая история, на самом деле, ну, в отличие от того, что ты сказал, это все очень здорово работает. Так, ну, и, соответственно, как бы, немножко, в основном, ну, принципах разработки вообще, которые, опять же, используют для всех сайтов, которые используют здесь при разработке нового качества жизни, в том числе, разумеется, это Mobile First, да, собственно, что такое Mobile First, в принципе, это вы делаете сначала сайт для мобильных, да, собственно, как бы устройств, потом делаете для, потом уже для вас вырастает тест. По иронии судьбы сейчас запущены тесты, но только версии конкретного, нового качества жизни, потребного заказчика, потому что мобильная, именно будет отдельной версии, там, с большим количеством функционала, практически мобильные приложения. Вот, значит, вон, делали в Mobile Mobile First про визуализацию, анимацию всех элементов интерфейса, я уже говорил, это еще тоже важно делать. Есть, опять же, никому не надо объяснять, что это commercial design, да, собственно, если вы хотите сделать современный холостный дизайн, да, как бы того или иного сайта, то есть смысл, по крайней мере, ознакомиться с податками Google, лучше там исследовать, работав в соответствии с прототипом, концептом. Безусловно, приоритет на разработку уникальной графики, я покажу еще на сайте уникальную графику, там нет ни одной нарисованной иконки, мы все делали с нуля, ни одной нарисованы, нет ни одной, прошу прощения, откуда-то взяты иконки, иллюстрации, да, с инфографией, все делали с нами. Ну, соответственно, требует на отношение к артерским правам. Опять же, шрифты в данном случае используются бесплатные, так как бы, если вы работаете с платными шрифтами, вы должны понимать, что у них есть правообладатель. То же самое относится к картинкам, вообще, к арсивам. Да, как бы, права есть у всех картинок, абсолютно. Если вы погуглите, да, в гугле можно выбрать права, да, отфильтровать картинки, поиск картинкам, и если отфильтровать по правам, то, соответственно, ну, что угодно ища, то, если вы ведете там право на изменения, по-моему, на изменения, да, соответственно, картинок всегда остается процентов 5 того, что вы ищете. Вот, остальные картинки, они все закреплены, и даже эти картинки, даже эти 5 процентов все равно не имеют правообладателей, просто правообладатель это решил изменять. При этом часть лицензий, на самом деле, тоже очень огромный разговор, есть большое количество лицензий, даже консорсные лицензии, многие, они требуют, чтобы, по крайней мере, в коде упоминался правообладатель. у нас есть абсолютно реальные кейсы, когда мы брали, много заказчиков настаивали, у него в фильмном стиле есть какие-то, ну, коммерческие проекты, тем не менее, в фильмном стиле, например, есть определенный шрифт, какой-нибудь там, лото, например, ну, что угодно, да, и мы его берем, говорим, чувак, на том, это стоит, а он зайдит на протайп, купил его, там, за 10 тысяч, будет счастье, он говорит, нет, не буду ничего покупать, как бы, он получает письмо от представителя протайпа, там, на полтора миллиона рублей, да, с самым требованием, он после этого обычно себя оплачивает, да, вот, такой был первый раз, но, собственно, это, это реальность. Вот, ну, вот так вот выглядит этот сайт, собственно, приобретение ТСР, вообще, опять же, да, как бы, на сайте, в первую очередь, представленный ТСР, на данный момент, для людей, с ограничением по механике движения, да, как бы, ну, в первую очередь, как из коляски, кабинки и прочая вся история, но есть и для слабовидящих, есть и для, разного рода, да, как бы, устройства, и для слабослышащих людей и прочее. Вот, значит, UI-гид, ну, тоже, наверное, про это надо сказать. Разработка интерфейса, она не заканчивается на том, что вы сделали все страницы, в любом случае, надо нарисовать все страницы, все модальные окна, все, что необходимо отрисовать, все, что реально есть уникальная какая-то графика на сайте, лучше отрисовывать. Кроме, ну, понятной функционной страницы, там, дублировать не нужно. Почему? Потому что, как бы, все люди разные, и даже в рамках одной рабочей группы, собственно, как бы, зачастую делается все не так. вот, ну, ну, слава богу, что, как раз такие инструменты, как XD, позволяют очень быстро собирать, всю историю нарисовали, потому что фотошопы очень быстро транслируют на все страницы. UI-гид должен для того, чтобы показать, как в дальнейшем, да, работать, масштабировать этот дизайн, да, стесно, и передать, как бы, заказчику не просто красивую картинку, да, как говорят, а полноценный законченный продукт. Наш UI-гид включает в себя элементы дизайна интерфейса, мокротов, поведение, стиль для модальных окон, стиль для форм, стиль для меню, стиль для фильтра. Вот, и отдельно, да, как бы, мы очень подробно работаем со стилями для текста. Более того, да, стесно, как бы, мы не считаем проект законченным, где, так называемый VC-вик редактор, вот VC-вик, UGIF, ну, это обычный контент-редактор, да, как бы, в бек-офисе, не включает в себя отображение различных элементов. Ну, если вы заходите в бек-офис, ставите таблицу, и у вас на сайте появляется, не пойми что, значит, это плохой сайт. То есть нужно, чтобы таблица появлялась в соответствии с теми стилями, которые нарисованы дизайнером, и отверстия на фронтент-программисты. Ну, поэтому, собственно, ее агит для нового качества жизни. И хочу сказать еще, как раз, для людей очень подобных. Я взбирала Валерий вариант, как бы, да, собственно, для слабо-вызящих людей действительно есть стандарты, да, как бы веб-кси-билиси. Собственно, во второй версии сайта, которая разрабатывается на настоящий момент, будет учтено, да, собственно, в том числе, возможности. Но мы пошли по-третьему пути, да, который, наверное, да, вот из двух, два уже было озвучено. Третий путь очень простой в теории. Он заключается в том, чтобы человек сам мог кастомизировать, не просто, как бы, в Windows, да, поставить кнопки, на сайте кастомизировать, то, что ему нужно. Вот нужно, чтобы фон был синий, или там, серо-бур-малинов, значит, он и ставит его серо-бур-малинов. Заходит в личный кабинет, меняет, так сайт кастомизирует, как это ему нужно. Да, то есть, оно как бы, вообще, опять же, по информации, там, от агентства, стратегических инициатив, очень мало, на самом деле, людей, инвалидов, у которых нет, в русском языке нет точного определения слова «Контьютор», да, как бы, в общем, не знаю, как бы, родственник какой-то, самый близкий человек, который может это сделать в первый раз, да, с этим человеком будет пользоваться. Вот. Ну, собственно, все. Как бы, есть сайт infrolife.ru, на него можно зайти, посмотреть, как это все было. И есть сайт LifeStandard. LifeStandard, это был первый дом, и сейчас там лежит прототип. Он остался, как раз для того, чтобы представить рабочую группу, мы должны зайти и посмотреть, удастся им высказать какие-то мнения, которые мы начнем в дальнейших версиях. Спасибо. Спасибо.